Любой нормальный человек хочет иметь достойную и доступную работу. Для людей же с ограниченными возможностями занятия по сильным трудам сродни спасательному кругу. Это поднимает самооценку, позволяет получать дополнительные средства и чувствовать себя полноценным членом общества. Поэтому в среде тех, кто профессионально занимается реабилитацией инвалидов, очень ценят предприятия, создающие рабочие места для сотрудников с проблемами здоровья. В России очень много инвалидов. Больше всего инвалидов с ментальными нарушениями, по-другому что называют, с легкой степени, с легкой средней степени умственной отсталости. Проблема в том, что пока эти дети учатся в школе, они находятся в поле зрения многих институтов, они помогают, социализируют, они участвуют в кружках, они обучаются. Но когда они выходят из школы, они остаются предоставлены сами себе. Их необходимо социализировать. А как социализировать таких вот людей? Вы сами понимаете, что любой человек, любой человек, он считает себя членом общества, социализированным только тогда, когда у него есть какая-то работа, и он может зарабатывать какие-то деньги. Качество работы организации «Радость» подтверждено выделением президентских грантов. Сегодня здесь реализуется социальный проект «Путевка в жизнь». Старая мудрость гласит, что можно дать человеку рыбу, и он будет сыт один день. А если дать ему удочку, он будет сыт всегда. «Путевка в жизнь» и есть та самая удочка. Пожалуй, единственная проблема активистов – поиск для своих подопечных заказов. Специфика людей с ограниченными возможностями в том, что они работают очень качественно, но медленно. К счастью, в Одинцовском районе есть предприниматели, готовые им помогать. Я бы не назвал это благотворительностью. Это все-таки какая-то некая социальная внутренняя ответственность. К этому пришел очень случайно. Я нашел у себя на одной забытой почте старое письмо. Письмо прислал мне руководитель проекта Игорь Валентинович о том, что есть дети с ментальными нарушениями, и им нужна работа. И, собственно, был очень рад предложить им наши какие-то мелкие задачи, которые можно было решать в больших объемах. Было приятно, что он очень быстро откликнулся, мы, соответственно, оперативно встретились. И хотелось бы очень важно сказать, что, я не знаю, на самом деле здесь не мы выступаем с положительной точки зрения, а именно руководитель проекта и, в принципе, весь этот проект. Психологи радости определяют склонности и возможности своих подопечных. На основании полученных данных ребятам подыскивают работу на свободном рынке труда. Однако тех, кто может трудоустроиться самостоятельно – единицы. Для большинства требуются особые условия, создать которые можно лишь на отдельном предприятии при соответствующей поддержке меценатов. Самая главная проблема – это найти ребятам заказы, чтобы эти ребята смогли эти заказы выполнить, получить заработную плату. Мы очень много ходим, ищем людей. И вот сейчас спасибо ребятам, которые помогли нам с работой. Хочется использовать вот эту возможность выступления на телевидении и обратиться к предпринимателям. Дорогие друзья, поверьте, наши ребята очень ответственные. Они делают все очень хорошо, но медленно. Но мы гарантируем качество, гарантируем четкость исполнения задачи и гарантируем то, что заказ будет выполнен точно, хорошо, правильно и в срок. Конечно, большой выгоды такое сотрудничество бизнесу не сулит. Но это как раз та область нашей жизни, в которой само понятие прибыли – совершенно другое. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.